Не летят мои самолеты, если ты не за мной. Певица из Барнаула Юлия Колярт в числе молодых исполнителей открывает праздник и сразу задает настроение на весь уникальный фестивальный день. Главная сцена фестиваля Шум Катунь – основная точка притяжения зрителей. Яркие дебюты, громкие выступления тех, кого публика любит и ждет. Ой-ой-ой-а-на-на, ой-ай-на-на-на. Этим летом Катунь шумит особенно громко и музыкально. Фестиваль организован Туристским информационным центром при поддержке регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Алтайский край – это земля талантливых людей. Талантливых людей, которые уже чего-то достигли, талантливых людей, которые сейчас находятся только на старте своего пути. Поэтому, конечно, все это связано с туризмом, и сама площадка, и идея мероприятия связана с тем, что мы хотим как можно больше людей привлечь сюда, рассказать про Алтайский край, про возможности путешествий здесь. В этот раз рассказать путем музыки, путем каких-то креативных историй. А креативных историй на фестивале было предостаточно. Например, отдельный шатер с караоке для исполнителей и любителей, тех, кто уверен в своих вокальных способностях. Открытые мастер-классы, арт-пространство, игровые зоны для детей и взрослых, танцевальные флэш-мобы, ярмарка от алтайских ремесленников, фермерские угощения и уличный фастфуд. А еще экскурсия к достопримечательностям «Бирюзовой котуни», пленэр художников, шоу с национальным колоритом и впечатляющий фолк. От задумки до исполнения фестиваль, который готовился три месяца, продуман до мелочей. У нас все меры по безопасности соблюдены, у нас все службы находятся на местах, у нас работают более 20 волонтеров, которые обеспечивают бесперебойную работу площадок. У нас в концертной программе приняло очень большое количество музыкантов, это порядка 50 человек, у нас получилась очень насыщенная, яркая программа, и вот сегодня нам погода благоволит, самое главное, поэтому и, видимо, есть такой отклик у людей. Гости из Москвы, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов страны. Поймать музыкальную волну фестиваля и зарядиться энергией летней алтайской природы приехали 15 тысяч человек. Горы, Катунь и масса впечатлений. Настроение отличное, все прекрасно, прекрасное мероприятие. Посмотреть артистов и, в принципе, саму организацию. Очень вкусный бургер поели, вообще класс. Музыка у меня вообще, музыка всегда, форева. Здорово, хорошее место, красивые люди, замечательно все. Но главное событие фестиваля все же музыка. Инструментал, фолк, рок, инди. Восемь часов выступлений под открытым небом. Своей лучшей композицией исполнили Чебанов и инди-группа «Сироткин». Зрители ликовали, артисты срывали бурные овации, стихийные танцплощадки и живое общение со звездами. Хэтлайнером фестиваля стала барнаульская группа «Комната культуры», которая прославилась далеко за пределами региона. Их выступление стало красочным финальным аккордом первого на Алтае фестиваля музыки «Шумкатуни». Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком.